История железнодорожного транспорта Железных дорог не так уж много Пока скоростные дороги в России не построены На Сапсане с ветерком можно домчаться только из Москвы до Санкт-Петербурга И в Нижний Новгород, а также из Питера в Хельсинки Средняя скорость движения обычных поездов — 60 км в час Ежегодно российские железные дороги перевозят более 1 миллиарда людей и миллиард тонн грузов Но уже в 2010 году количество пассажиров в поездах дальнего следования уменьшилось на 2% А в пригородных электричках — на 27 Это связано с постоянным ростом тарифов Так, билеты на поезд в Чебоксары в плацкартном вагоне, который стоил в 2010-м 1200 рублей В этом году обойдется в 1700 рублей А для того, чтобы уехать в этот город в вагоне-купе, придется заплатить вдвое больше Неудивительно, что больше половины россиян предпочитают бюджетный плацкарт Именно из-за желания сэкономить Большинство жителей России выбирают для перемещения по стране ЖД-транспорт Но это не всегда оправдано В некоторые регионы дешевле да и быстрее лететь на самолете Например, из Москвы во Владивосток на поезде ехать 6 суток Отдать за билет придется около 7 тысяч рублей В то время как самолет доставит вас за 8,5 часов И перелет будет стоить меньше 5 тысяч Летать выгодно в такие города, как Алма-Ата, Калининград, Санкт-Петербург Чтобы окупаться, РЖД планирует и дальше повышать тарифы на перевозки пассажиров Поэтому не исключено, что скоро этот список городов значительно расширится Так что третий россиян, который боится летать, нужно срочно бороться со своей фобией Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова